Так, привет, мои дорогие! Напишите, что меня видно и слышно. Вот, говорю, что мы поехали. Напишите в чате, как видно и слышно, что все нормально. И у нас сегодня дождались, да? Давно стримов не было. У нас сегодня крутейшая тема – азиатская фотография. Жесть это или нет? И вообще, что как? Всем привет! Да, у кого начался? Начался. Видно, слышно? Чашка до краев. Ну все, отлично. Пишите, откуда вы, из какого города. И мы с вами сегодня будем вникать в азиатскую фотографию. Ну, азиатская фотография, конечно, не плашная вещь. А я подготовил вам большую презентацию. Вот прямо с Лерой мы постарались. И 237 слайдов. То есть сегодня будет чем вдохновиться, посмотреть. Тут основной акцент именно на то, чтобы посмотреть, да, и обсудить. Вот, да, привет, Москва. Еще что-то так. Хорошо. 0,0 просмотров пишет. Ну, конечно. Не верю эти YouTube. Какой, наверное, просмотров. Окей. Значит, соответственно, азиатская фотография. Если вам захочется эту презентацию, вдруг я сегодня покажу, она интересная, посмотрите, чтобы подробно разглядеть, то внизу ссылочка, вот, по этой ссылочке можно именно вот эту презентацию, которую я сегодня покажу к этому стриму, ее будет получить. Потому что там есть, чтобы разглядывать спокойно и вдумчиво. Окей. Также напоминаю, что 15 мая мы второй курс стартуем. Сейчас у вас все идет первый, да, фотография главная. Там мы как раз разбираемся с такими вещами, как вот цвет, композиция. Сегодня, я думаю, здесь будет кто-то из учеников, им будет интересно как раз посмотреть на азиатских фотографов с точки зрения того, что мы на курсе проходим и примерить это к ним. Вот. Но будет и второй. Очень классная эта идея до съемки. 15 мая начинается. Подробности вот по ссылочке внизу есть. Тоже сходите, посмотрите. Что ж, поехали. Начнем мы с японской живописи. Потому что, чтобы понять азиатских фотографов, а действительно, они кажутся такими, согласитесь, вот они кажутся самобытными. Какое-то у них все не такое, как у нас. Не такое понимание и построения кадра, и цветов, и что хорошо, что плохо. Они очень необычные, привлекают внимание. Это здорово. Но эта необычность, она необычность для нас во многом. Это вопрос такой, конечно, культурной разницы. Если вы хотите понять, как азиатские фотографы устроены, почему их кадры такие, какие они есть, то в первую очередь нужно, конечно, обратиться к корням и посмотреть на живопись. Японскую, китайскую. Это очень тесно переплетенные вещи. Вообще-то японцы наследовали свою культуру китайцев. Поэтому одно там с другого вырастает. Да, и литература. То есть своя культура такая азиатская, и в этом есть что-то интересное. Давайте просто пробежимся сперва. Прежде чем мы начнем смотреть фотографии японских фотографов, мы посмотрим картины японских художников. И тогда очень многое станет понятно, откуда оно выросло. Например, всем известная, самая, наверное, известная картина японского художника в мире, так же, как вот Джаконда, там, самая известная европейского, это, конечно, вот это вот Хокусай с его этой волной, там, и вдали вон вид на гору Фудзи. Вот. И, если честно, если честно, здесь уже видно, какой, ну, такая некая, несколько моментов, да, о которых можно поговорить. Японская живопись, она не такая, как европейская. Европейская живопись гонится за объемом. Японская же живопись, она достаточно силуэтна, да, согласитесь, она такая плоская. Но она очень-очень тонко выверена с точки зрения композиции. Вот. Где волна? А где гора? Да. Где, где что? Где лодки? Вот эта вот история, интересно, что, ну, вот, допустим, достаточно, не знаю, как сказать, здесь вот именно необычная такая композиция, вот, очень часто вертикальное построение, да, не так, как мы привыкли. Вот. Вот, и сама она шла японская живопись тоже из Китая, вот, но, смотрите, вот это, например, такой человек, который зовут Всеситою, и это пейзаж. Но у нас пейзаж, это когда ты идешь, видишь, видишь какую-то штуку, мне нравится, у нас появились, да. Владимир пишет глупость, азиатская фотография никакого серьезного влияния не оказывает, на европейский визуал, это не так, например, современная предметная съемка, вот, особенно все бьюти-индустрии, флакончики, духи и так далее, очень сейчас идет в азиатском стиле, и очень инспирирована тем, что открыли для себя в этой области азиаты и так далее. И фэшн-фотографии очень много от азиатов, мы сегодня это посмотрим, и, опять же, ты не прав, ты просто мало видел, Владимир, ты извини, можешь так грубо говорить, но ты мало видел, мало знаешь, и, соответственно, ты так говоришь с разбегу. Очень сильно с начала 20 века на европейскую культуру оказывало огромное воздействие азиатская культура, как раз ее тогда для себя Европа открыла, люди начали ездить, и такие знаменитые художники, как Климт, например, они имели огромные коллекции вещей, они посещали Китай и Японию, имели огромную коллекцию азиатских вещей, в том числе азиатскую графику, и в своих работах Климт очень сильно использовал приемы и прочее, что он видел там, то есть это прямо называлось ориентализмом, это было такое движение, просто немножко просвечу тебя, да, как бы, вот. Вот, движение было ориентализм, как раз конец 19-го, начало 20-го века, очень сильное вздохновение и задействование из Японии, из Индии, ну, в общем, из Азии всей в целом, из Китая, как бы, все это было, в модерне очень многое использовали оттуда. Да, Ван Гог и так далее, короче, ты просто не в курсе, окей. И с фотографией то же самое продолжается, просто, например, очень современный дизайн интерьеров много заимствует у японцев, моди есть, это все есть, надо просто это видеть и смотреть, откуда что растет. Да, мода очень часто вдохновлялась Азия. Вот, окей, ну вот смотрите, вот это вот Сэсю Тойо, осенний пейзаж, это такая классическая, очень, смотрите, да, пейзаж в китайском стиле, так и называли, ну, потому что от китайцев это пришло, там, 1529 год, да, там, пожалуйста, еще пейзаж. Японские пейзажи, интересные китайские, они не про реалистичность, то есть у нас пейзаж, это когда вот ты пытаешься воспроизвести то, что есть на самом деле, да, у нас же, ну, как бы, у нас пейзаж претендует на реалистичность, товарищи из Китая и Японии, они претендуют в первую очередь на эстетичность, то есть они, ну, они иногда вдохновлялись тем, что есть, но располагали все очень идеально, у них нет, вот, нет необходимости вот стоять на месте с Мольбертом и точь-в-точь, как у нас Шишкин, да, повторять, повторять, как, то, что видят глаза, вот у них этого не было, то есть в их понимании пейзаж это некий идеальный конструкт, который очень часто развернут в такой перспективе и в таком расположении предметов, как в жизни не бывает, вот, и это очень интересная история, то есть здесь есть какая-то некая такая, скорее, свой мир, то есть мир картины для азиата, он не мир реальности, не слепок реальности, а какой-то такой свой мир со своими плоскостями, расположением предметов, их размеров, которые могут не соответствовать действительности фотографической, вот, и здесь очень интересно, вот это хорошо видно, что у них интересная работа с цветом, там, свое понимание цвета, да, геометрия очень интересная, у них чаще всего вертикальная композиция, вот, при этом у них есть гармония, несомненно, они скорее за гармонию, чем за диссонанс, кстати, вот, в европейском искусстве, в современном искусстве гораздо больше драматургии, там, есть драма откровенная, противоречия какие-то, у них все гармонично, они почти не изображают противоречий, они изображают гармонию и спокойствие, такое замытшее время, но посмотрите, насколько это красиво, это суперски, это суперски, и интересно, что взгляд на, ну, там есть маленький человечек очень, который идет через, над водопадом проходит, человечек и лошадь, смотрите, да, вот, у них очень круто отношение природы и живого существа, то есть, у них часто встречаются сюжеты, да, животные там на ветке, или маленькие люди идут, вот эта вот история, у них, но все равно, вот, какая-то эта левая картинка, она какой-то такой изометрической проекции, в жизни мы не так видим, она какая-то, вот, может быть, мы подзорную трубу так можем увидеть, но это как-то просто наслоение слоев, вот, и это очень другое абсолютно восприятие композиции мира, не претендующее на реалистичность, на то восприятие, которое идет из глаз, да, как панорамное фото в плоскости, все в одной, или как, например, снимают на очень длинные объективы, сплющивая город, да, издание, вот, и вот это сильное отличие азиатское, да, то есть, нет объема, нарисовано более или менее, так, контурно, они не гонятся за объемом, за светотенью, у них нет светотени как таковой, но у них интересные цвета, интересная композиция, вот это нагромождение планов, плоскостей, которые живут, как бы, своей жизнью и располагаются друг относительно друга не по физической реальности, а по некой такой гармонии, как вот, чтобы красиво было, как это понимает автор, да, художник, и вот это вот очень интересная штука, надо это просто почувствовать, потому что фотография азиатская, она такая же, она живет в своем мире, который не претендует на реалистичность, в своей проекции, вот, это очень прикольно. Интересно, что, ну, тоже посмотрите, да, то есть здесь важны, очень важны сюжеты, и сюжеты часто простые, но они всегда связаны с любованием, какими-то вечными ценностями. Вот какой-то чувачок везет какие-то товары, да, на лошадке, он маленький, а круг огромная заснеженная природа, и там вот домики внизу красивые, и вот эта вот красота момента, да, или какое-нибудь там дерево стоит, а дальше горы, там облака, вот это листики какие-то такие пожухлые уже ветер сдувает, вот это вот наслаждение момента, оно потрясающее, этого немножко не хватает европейской, знаете, европейская живопись, она про суету, там не наслаждение моментом, там, скорее, переживание трагедии момента, кто-то кому-то голову отрезал и так далее, да, там, посмотрите на библейский сюжет, здесь же наслаждение такой вечной красотой, вот моментом этой красоты, которую увидел человек, и он ее нарисовал. В принципе, можно сказать, вот тоже ребята сидят на речку, пялятся, и они о чем-то с вами беседуют, это такой прекрасный, красивый момент, они любуются осенью, вот, вот это настроение, когда ты любуешься, это нужно ухватить и почувствовать, если говорить о фотографии, там тоже это есть, ну вот, азиатские фотографы, они любуются, неважно, что это перед ними, они этим любуются, да. Еще свойственен минимализм, конечно же, азиатскому искусству, иногда, когда отбрасывается все лишнее, только одна ветка сакуры, да, какая-то. Кстати, если вы хотите у меня спросить, почему так часто у них такая вот вертикальная композиция, у меня есть одно из предположений, связанное с письмом, они же иероглифами пишут как, они пишут вертикально, то есть иероглиф над иероглифом, они пишут одну фразу, да, потом следующий столбик, это следующая фраза, и вот эта вертикальная, то есть мы пишем горизонтально, в Европе в частности, и у нас композиция разворачивается часто горизонтально, а они пишут вертикально, и у них тоже считывание предметов, то есть одна гора, вторая гора, там мостик, человечек, да, оно идет вертикально, то есть не все, есть у них разные жанры, вот есть и горизонтальные картинки, да, которые развиваются как панно, обычно у них были такие складные, складные такие эти, как они назывались, ну, перегородки, которыми ширмы, и вот эти ширмы расписывали такими штуками, вот, а еще у них были свитки, да, тоже вертикальные, горизонтальные с картинами, Там своя была нюанс, такая была история, что нельзя было просто вешать на стены дорогие произведения живописи, потому что в любой момент нам можно было бежать от врагов, там все могло сгореть, еще там был очень плохой климат и влажность в помещениях, все это портилось. Поэтому все самое ценное хранили в коробочках, в свитках. И вот в эти свитки заматывали картинки, и вот представьте себе, вот это горизонтальный свиток, то есть ты можешь действительно раскручивать кусками, а идет там сюжетами, кусками, идет некий бесконечный пейзаж. Или вертикальный свиток тоже ты раскручиваешь и любуешься, вот такой порядок прочтения. Но очень интересная своя такая композиция, европейцы, они по-другому, они вешали картины на стену, вот у них это было возможно. Здесь они, как правило, были в свитках, их доставали, иногда свитки вешали, но это не всегда их могли менять. В целом в семье хранились какие-то свитки, в том числе с произведениями искусства. И вот картину разворачивали и показывали гостям. Именно так. Это очень интересная специфика. Вот. Ну давайте посмотрим, да. Вот, например, есть такая техника ТОСа, которая очень похожа, кстати, на византийские темы, на раннее христианство, вот иконы. У нас вот тоже многие храмы с мозаиками есть, где все свободное место занимает золото, золотой цвет. То есть картинка как бы проступает из золотого. И это прикольная такая параллель с Византией. И интересно, что это золото, это одновременно облака. То есть оно как бы так, земля переходящего облака, вот видно, что из таких золотых штук. Очень классная штука. То есть, да, ну насчет внутреннего отклика мы сейчас поговорим. Вот тоже в такой технике, да, когда словно из золотых облаков проступают какие-то куски, фрагменты реальности. То есть видите, насколько они умели создавать свой мир, который очень красив и одновременно не является реальным взглядом человека, да. Вообще художники азиатские очень часто, они кабинетные, они даже пейзажи рисуют дома, да, то есть в помещении, не выезжая на этот самый пейзаж. Может быть он ездил, у него смотрел, но не как наши, да, не ставят мольберт, он где-то там на скале и не рисует. Вот. И это интересная такая особенность, да, вот кабинетные умозрительные художники, то есть они могут, например, сочетать несколько сцен или несколько кусков, которые они в снести видели в разных местах. Здесь вообще вот проекция изометрическая, как компьютерная игре, такая под углом, очень необычная. Мы увидим фотограф в такой же проекции азиатских чуть позже. Вот. Вот такая тема. Жилопись часто у них бывает с сюжетами какими-то из книг, как иллюстрации, то есть у них есть такой жанр иллюстрации книгам, там из каждой главы книги они выбирают один самый важный с их точки зрения сцену, рисуют такой длинный свиток, где на каждую сцену из главы книги есть вот картинка, да. У них есть просто простые, вот это, собственно, укиё то, что называется, укиёе. И укиёе это такая жанр живописи, показывающий гарантированно простой бытовой момент, там не может быть какого-то события важного. Там просто девушка идет вечером домой, ребята гуляют в парке, смотрят на сакуру, какой-нибудь там, ну, то есть там такие прямо вот, суть заключалась в том, что это повседневные истории, бытовые мелочи, какие-то мелочи из жизни. Но этими мелочами, вот котик смотрит на рыбок и думает, не скушать ли ему рыбок, а рыбки над ним издеваются, он хочет, но не может, да. Или девушка там письмо пишет любовничку своему, ну вот что-то такое происходит. И вот это вот жанр, это тоже очень интересная такая история, любование моментом, то есть они идут вглубь. Если у нас в европейской традиции, в европейской живописи мы ищем какой-то мощнейший момент, там Мадонна с младенцем, рождение, да, младенец, снятие с креста, последний день Помпеи. Там у нас такое событие, прямо вот, прям что-то из ряду вон, то что запомнят намного-много поколений. То взяты наоборот идут вглубь и они говорят, вот я вечером возвращался домой. Вот были звезды, было деревья, шел вдоль речки, вечером домой и почувствовал вдруг, что это потрясающе красивый момент, вот через это погружение в бытовые мелочи они приходят к прекрасному. Мы же приходим к прекрасному через стресс, через трагедии, через масштабные события, которые потом много-много лет спустя будут останутся в истории и книгах. Очень интересная разница подхода, да, то есть азиат смотрит на что-то такое обыденное, простое, но красивое и пытается в нем найти, да, найти в нем суть. А мы смотрим на что-то такое резкое, необычное и там пытаемся найти суть. Вот они ищут в обычном, мы ищем в необычном смысл жизни и красоту. И это очень интересная разница. Вот, смотрите, да, тоже опять такая странная проекция с облаками вот этими, вот. Окей, вот тут товарищи с девушками общаются, чаек пьют, кокетничают, я думаю, с гейшами как раз. Опять обратите внимание, ну да, да, ну смотри, по поводу бытовыхи даже, вот, у нас опять двойка, именно разница. То есть у нас картина опять двойка, то есть он принес двойку, все собрались, сейчас будет скандал, такая кульминация. А у них картина «Еще одна кружка чая». То есть у них нет вот такого, ну просто мужчина наливает девушке чаек и схватил ее за ручку, вот, потрогать возможность у него такая возникла. Такая маленькая бытовая радость, вот он потрогал ее за ручку. Вот, и об этом, в принципе, вся эта картинка, о таком приятном моменте. Согласитесь, это все-таки что-то противоположное, опять двойка. Хотя опять двойка – это соцреализм, соцреализм – это такой вопрос советский, он был балансом. То есть, ну, это был такой баланс, да, между западной и восточной культурой, Россия же посередине, мы на стыке, такой свой стык. Наш соцреализм имел в себе немножко и, немного и из Востока, я не спорю, можно об этом подумать поглубже и посмотреть. Это интересная мысль. Ну окей, пойдем дальше, смотрите, да. Вот, тоже там цапли какие-то красивые, опять очень вертикальные. Интересно, что опять же вот ракурс здесь какой-то неимоверный, то есть, ну, какой-то вот такой под углом вид, словно бы, словно, знаете, у этой комнаты нет стены, мы как бы издалека с улицы смотрим. Вот, это очень интересно. Окей, и вот давайте посмотрим теперь посовременнее, потому что азиатская живопись, она не закончилась в те далекие 1500 какие-то годы. Она живет и сейчас, и она тоже развивается. И давайте посмотрим более современные. Вот, например, смотрите, очень интересно. Это такой Цучье Коцу. Это японский художник, который жил до 50-х годов, по-моему, до 49-го. Ну, короче, первую половину 20-го века он был жив, родился он в 1870-м или что-то такое, в корейнские времена. И он очень интересно, как раз он продолжал традиции японские, но совмещал их уже с современными европейскими. То есть, у него появился уже свет. Видите, такой свет, атмосферный эффект и чуть-чуть объемчик за счет свечения. То есть, свет он подглядел, конечно, я почти уверен, что на картинах европейских художников он подглядел свет и все вот это вот. То есть, картинки стали чуть менее плоскими, если на это вы смотрите, он вообще не понимает. Но все равно это такое традиционное японское любование, но немножко с долей уже более сложных техник, свойственных европейским художникам. Хотя это по-прежнему не масло, это по-прежнему гравюры или кисточки нарисованы, как японцы делают, да, и китайцы. Очень интересно. Вот, ну вот он такой вот свет, видите, тени от персонажей, эффекты света на воде. И это то, что вот он подцепил в европейцев и интегрировал очень аккуратно, с уважением, не резко в культуру свою и в своей картинке. Вот в этом фишка азиатов. Зачем я вам это показываю? Потому что я вам хочу объяснить один еще интересный момент, да. То есть, азиаты, они не как мы, у них нет такого жесткого шовинизма, у нас вот так, у вас вот так, это можно, это нельзя. Они как вода, они все абсорбируют, то есть, в принципе, если вы посмотрите, например, на современную Японию, в ней огромное количество культурных моментов, которые, в принципе, переняты у европейской культуры, переработаны, смешаны с собственным, усилены и потом еще снова отправилась в Европу. То есть, вот что только стоит один джейрок и вот весь этот стиль безумной моды, который придумали харадзюки там в Японии, который потом повлиял и на всю культуру, и всю культуру там 90-х и 2000-х и остального мира, да. То есть, японцы очень интересные, они вот сочетают. И вот в фотографиях тоже мы увидим это сочетание, то есть, мы сегодня увидим японских фотографов, в которых, с одной стороны, их фотографии имеют традиционно азиатские нотки, с другой стороны, их что-то такое вот взято у современной Европы, у современной Америки и так далее. Это тоже, у них нет с этим проблемы. Да, и Кэнон, и Никон выросли из, все из немецких фотиков, то есть, японские фотики выросли из немецких, сперва просто из копий, из банальных копий лобовых, и постепенно они стали, вот, вот. Лера пишет, любом они моментом прекрасно, создали наш проект таким, чтобы любоваться ежедневно сетовое представление, да, которое меняется, как меняется свет. У нас квартира как сцена для света, да, и каждый день какое-то совершенно новое освещение, может быть, новый эффект, и это невероятно. Новый театр разыгрывается в одном и том же месте. Окей. Вот. И вот это вот такая вот история, соответственно, сочетание более европейских, похоже на открытки уже чем-то и наши, и графику нашу, да, но немножко все равно, все равно вот эта азиатская композиция, азиатские эти. А вот еще более интересный представитель, значит, зовут Каичи Кабояши, это тоже, ну, где-то до 70-х, в 70-м году аж долго жил этот человек, понял, в 70-м году, ну, он с ним работал с 20-х по 60-е в основном. Вот. И он вообще что сделал? Он сочетает стиль такой графики модерна, свойственный как раз скорее европейским художникам, экспериментальным художникам из модерна и типа как, ну, вот, ар-декошным художникам, да, чувствуете, здесь есть элементы ар-деко или чего-то такого, и с японскими традициями. Здесь уже мы отходим дальше от классики, ну, и вот такие девы, это очень модерновая тема, графика такая очень тоже модерн, раннее ар-деко, то есть, но сами традиции, ну, сами сюжеты, например, да, вот здесь такая смесь, да, вот птичка на ветке, это все равно все идет к Азии, да, это очень интересно. Такая прямо, а здесь вот, смотрите, у человека крылья, как у бабочки слева, или такой а-ля Пьерой Лерликина с таким очень европейским фонарем плачет, но при этом вертикальная композиция свойственна Японии. То есть, вот такой нашел прямо, он был, вот этот вот художник был популярен очень, не только в Японии, но его открытки делались, продавались и в Америке, и в Европе, потому что он как раз такой стилистике ар-декошной создавал, но все, все это, вот. Окей, посмотрите внимательно. То есть, видите, какое сочетание, сохраняется эта плоскость, сохраняется вот эта странная перспектива, очень издалека такая необъемная, без перспективных искажений, да, без схождения, перспектива без схождения, а просто из плоскостей разных предметов и вещей. И сохраняется вот это вертикальное прочтение композиции, и сами момент, вот эта идея момента, герои такие, они очень скорее, непонятно, даже вот европейские или японские, вот, что это за герои? Где-то они более японские, где-то они более европейские, но такие вот, вот. Вот слева точно японская такая, да, очень интересно, она как висит, да, и столб под одним углом, она под другим, и такие звездочки чихи-чихи. Вот, то есть опять несколько плоскостей по-разному играет, зонтик, ну, это очень красиво. Вот еще есть такое, допустим, с другой стороны, есть очень, очень классические истории. Вот это, например, такой китайский товарищ Фу Баоши, он, вообще-то, это забавно, но он до 65-го года жил, по-моему, и он был в красном коммунистическом Китае, теоретиком, да, это понятно, что это европейские, но здесь где-то, но все равно чувствуется какая-то вот в силуэтах одежды и какая-то такая зятчина тут, а с левой кимоноду, я и говорю, что здесь где как, а вот это справа, это что? Ну, непонятно, то ли кладбище в России какое-то, там кресты, да, и березки, то ли, а девушка, ну, очень интересное сочетание. Так вот, этот Фу Баоши, он вообще забавный, он рисовал так, словно, он придумал эту технику, он там вот краской прыскал так, вот этой тушью там, так далее, вот, но при этом все это очень похоже на старые китайские картины, японские. Но он был большим теоретиком именно такой национальной китайской живописи именно в 20 веке, в середине 20 века. То есть такое потрясающее вот способности, опять же, азиатских ребят следовать каким-то древним традициям и не считать их какими-то супер устаревшими или неуместными. То есть, пожалуйста, они могут и сейчас делать что-то, как это делалось не там тысячу лет назад, и при этом они этим гордятся и считают это современным и уместным. У них все сходится, и разные страны в одной точке, и разные времена. Вот, это очень интересно. Тоже вот эти маленькие человечки, глобальная такая природа, вертикальное такое прочтение композиции, все это вот есть, техника рисования тушью такая очень как бы, любование. Хотя тут, видите, обратите внимание, там уже современные корабли, дымящиеся трубы и заводы. То есть, посмотрите внимательно. То есть, есть и современные здесь детали, вот, но в целом это все такое очень из другого времени. Я бы, вот, если мне показали бы такую картину, я бы сказал, ну да, тушки по-китайской жил, весь такая, например, стилистика. Я бы даже, возможно, не понял бы, что этот человек рисовал в середине 20 века. Вот. И он, кстати, в Китае был известный такой, прям, народной республикой, у него ченики там были. И, в общем, вот, он успевал Китай, уголки Китая, ездил по китайским местам, и там все это рисовал. Вот. Вот так очень красиво. Ну, посмотрите, по-моему, презентацию скачаете. Прям вау-вау-вау. Вот. Кстати, ставьте лайк. Подписывайтесь обязательно, нажимайте колокольчик, там все, что можно. Пишите в комментариях, что вы думаете, если вы посмотрите запись. Вот. Пускай, пускай. И если этот стрим интересный, вам понравился, обязательно ссылку на него кидайте в разные чатики, чтобы люди тоже посмотрели и тоже этим вдохновились. Это здорово. Это гораздо лучше вот этих бесконечных стримов об объективах, о всяких кликбейтных темах, там, глупостях и прочим. Вот. Давайте что-нибудь действительно красивое и вечное посмотрим. Будем нести и сей. Ну, смотрите, какие красивые ребята над водопадом. Вот. В общем, вот такой товарищ еще был. Это удивительно, то есть это пример того, как в наше время уже, в 20 веке, вот эти традиции могли иметь актуальное место, существовать и без каких-то проблем. Да. Вот. Это Исунари. Это такой художник. Он вообще, он еще жив, насколько я понимаю. В 60 каком-то году он там родился. Ну, старенький уже, конечно. Может, и помер. Но имеется в виду, что это вообще вторая плейна 20 века. Посмотрите, как рисовал он. То есть он сочетал портреты, скорее уже свойственные такие, очень фотографично. То есть это очень похоже на фотографии. Но все равно сохраняется вот эта японская история с плоским изображением. Да, контуры играют большую роль. Нет объема светотени на лице. И при этом огромная... Да, говорит, не буду ни с кем делиться, а ты посмотри с Антонами. Жадный ты, жадный, да. Надо не делать стримы, не делиться с вами. Правильно, Лера говорит. Не жадничайте, поделитесь. Вот. Ну, там человек со смайликом написал. Вот, он шутит, но да. Это не жадничайте. Да, мы понимаем, что это шутка. Да, губы. При этом, вот, обратите внимание, губы и глаза. Если вы еще внимательно посмотрите на глаза, то глаза немножечко, вот, имеют эту припухлость. Чуть-чуть есть объем глаз, объем губ. Но все остальное нарисовано. Фильмешка тут вот есть. Ну, то есть, такой чуть-чуть объема, но все равно вот эта азиатская плоскость сохраняется. И потрясающая, опять, вот эта очень странная перспектива, которой нет. То есть, плоская девушка на плоском фоне, они вот как в компьютерной, знаете, такие бывают компьютерные игры, в которых несколько слоев. Ну, то есть, там не трехмерная графика плоская, но сделано несколько слоев, чтобы создавалось такое ощущение псевдо-3D. Вот именно так вот это и нарисовано. Да, вот есть несколько слоев. Вот. И очень красивые узоры вот на кимоно. Вот просто вот эти ткани, узоры различные. Как будто много-много разных, как будто девушке много-много кимоно всяких, тканишек. Она купила много красивых тканей, с узорами разбросала, и вот сама на них валяется. Тоже потрясающая абсолютно композиция. Она вообще в угол куда-то уходит. Для европейского художника это просто невозможная ересия. И если вы снимете такую фотографию, у вас будут долго распинать всякие недалекие технодрочеры, да, про то, что у вас тут лишнее в кадре надо обрезать, про то, что там она головой уперлась куда-то, волосы у нее подрезаны. Ну, вот это вот все будут говорить. Хотя это потрясающая красота, но здесь вот своя. То есть интересно, что композиция у них другая. И давайте я бы еще сказал так. В отличие от нашей композиции... Вот посмотрите, как подрезана девушка, да, у нее голова тоже вот джик-джик там. В отличие от нашей... Да, не по третям и не по улитке. Все правильно. В отличие от нашей композиции, которая основывается на такой достаточно канонической европейской живописи, где достаточно жестко были вот эти все пропорции, там сечения, за ними следили, старались. Не все, но следили. Вот у азиатов нет таких догматов композиции. То есть у них скорее вот эта многослойность, но слои ты можешь располагать как хочешь, да. Ты их балансируешь, исходя из своих ощущений, как и я делаю часто фотографии. Они исходя из каких-то формальных правил, где какое должно быть расстояние. Вот. Так что это интересно. Ну, я не знаю, что все до 3D, что там японцы, не японцы. Я бы с тобой... Смотри, Серега, я поспорил, потому что я немножко разбираюсь в старинных играх именно восьмибитных, первых в истории компьютеров. Я бы поспорил. Возможно, некоторые американцы и так далее первые это вот начали, но японцы очень быстро подхватили. То есть насчет вот этого псевдо 3D по слоям надо копать, кто там был первый. Не уверен я полностью. Но да, японцы потом подхватили, наклепали кучу игр с таким. Это я не спорю. Вот. Окей, давайте посмотрим. Вот еще девушка лезет в сумочку. Тоже какое интересное кадрирование. Кстати, вот у этого товарища кадрирование, несомненно, еще инспирированное кино. Потому что в кино подобные тесные планы очень часто встречаются и не являются там порицаемыми. А фотографии и живописи нас типа ругают за такое кадрирование. Но в кино такое кадрирование бывает. Да? Вот. Ну вот, посмотрите. Как красиво девушка уходит, снимая пояс, словно зазывая нас за собой. Вот такое. В общем, классно он рисовал. И интересно, что вот эта техника рисования, да, которая была где-то там в 80-е годы, 90-е, она сейчас очень прикликается с современной графической техникой современных иллюстраторов. То есть современные иллюстраторы, не азиатские уже, а европейские, если вы посмотрите, даже в России так рисуют иллюстраторы, и в это, которые рисуют именно сами картинки на компьютере и канадышом, они как раз очень много от этого позаимствовали. И вот прям такие смешанные техники, вот как здесь, вот губы мы покрасим, там, а это не будем. Эти вот приемы они используют. Поэтому это во многом такое предтеча, то есть как азиатская, и тоже хороший пример, как азиатская традиция живописи переходит через современных людей. У меня сегодня, кстати, не будет Дайда Мариама, потому что я думаю, это будет банально, то есть это первая ассоциация, которая у всех будет. Поэтому Дайда Мариама сегодня не будет как раз специально. Вот, чтобы вы не думали, что я такой банальный, предсказуемый, как правило, я способен удивлять. Люди всегда пишут какие-то предположения, а стримы оказываются потом не так. Оставим Дайда Мариаму остальным блогерам, которые никогда не покажут вам, что покажу я сегодня. Окей. Есть, кстати, еще есть такой некий прикол. Да, дело в том, что вот позы и композиция очень жесткая, очень жесткая. ставьте лайки, не жалейте. В Евро, у нас, в нашей традиции, в русской, европейской, очень жестко предъявлены некоторые правила. Мы очень боимся их нарушать. А зря. Вот азиаты не боятся, и это смотрится классно, и этому стоит у них поучиться, вот как здесь рука подрезана, там и так далее. Это такая фелия, здесь тоже перекличка, да, некая фелия, но азиатская. Да, японская фелия, именно. Окей. Ну, давайте дальше пойдем. Теперь мы подходим к фотографии. То есть, это был небольшой экскурс в живопись, чтобы вы поняли, что то, что я сейчас покажу в фотографии, вы уже поймете, что оно не само по себе, не какая-то дичь, не какая-то фигня, а продолжение этих традиций, и вот их, действительно, азиатское понимание того, что есть красиво, где эту красоту искать, как ее показывать, то есть, не думая, ну, конечно, мой заголовок, что по поводу жести, это кликбейт. Очевидно, мне очень нравится азиатский. Я вот прямо сейчас смотрю все это, в очередной раз вот готовили мы, я смотрел, я такой, все, надо в Японию съездить, пожалуй, хочется. Вот, то есть, это такая прямо азиатская эстетика, это такое даже, ну, для нас Лера, это такой очень приятный момент, мы всегда с удовольствием на нее погружаемся, вот, отключиться от нашего мира и переключиться в какое-то другое, это очень здорово. Вот, ну, поехали. Ну, начнем мы с такого корейского товарища, вот, а здесь, кстати, еще хотел сказать, что вот здесь вот очень, знаете, такая ностальгия классная, не могу объяснить, откуда она берется, у меня какое-то ощущение, как будто это старые журналы, какие-то мамины журналы, вот, то есть, он еще такие моменты, вот внутренние ощущения, азиаты вообще очень часто делают про внутренние ощущения, не про происходящее событие, а про внутренние ощущения. У них даже такой жанр картин был в Японии, который именно изображал каких-нибудь людей именно в момент каких-то важных мыслей и свершений, то есть их внутреннее ощущение, когда художник изображал внутренние процессы в человеке, вот, прям целый жанр такой был, и вот эта история здесь присутствует. Ну что ж, давайте посмотрим фотографов, готовы, значит, лайк нажали, все, давайте, сердечко мне прислали, понесемся по фотографам, теперь нам будет проще их понять после того, как мы посмотрели на азиатскую живопись, да, вот, итак, это корейский товарищ, Гисок Чо, ну, по-разному можно произносить, я не специалист по корейскому прононсу, ну вот, Гисок Чо, Суок, Суок, вот, значит, в 92-м году родился этот товарищ, он современный, молодой, да, в 92-м году рождения, и он начинал как дизайнер график, то есть, в чем интересный прикол, ну, вы, слушай, вот ты сейчас бан просто отправишься, так не люблю такие, тоже банальщину, Гунин давно про него рассказал, мне все равно кто что рассказал, я сделал подборку на свой взгляд, разумеется, о ком-то кто-то мог рассказать, вопрос не в этом, да, ну, кто-то знает, кто-то не знает, но твоя задача, вот, то есть, ты пишешь такой комментарий, просто, да, сделай свою подборку, сделай свои лекции, расскажи, покажи, вот, а так иди в жопу с такими комментариями, потому что просто какая-то попытка просто зацепиться, вот, надо поддеть обязательно, вот, окей, этот человек здесь очень важен для понимания того, как все это устроено, да, и вали в бан, я тебя, пожалуй, забаню, потому что мне не нравится такое отношение, ну, заблокировали пользователя, вот, ну, просто нужно какую-то иметь, не знаю, ну, вежливость нормальная, вы у меня в гостях, я вам что-то рассказываю, если вы знаете кого-то, это здорово, все равно это интересно послушать то, что я расскажу и покажу, возможно, взгляните с новой стороны, вот, а там какой-то, какой-то Петя рассказал там про кого-то, ну, и что дальше, еще надо послушать, что этот Петя рассказал, что он там мычал, окей, так вот, а этот человек, что интересно, он сперва был, это удивительно, он был графическим дизайнером, то есть он рисовал, и он идет от традиции именно рисования, это офигенная тема, вот, просто офигенная тема, да, вот, и он реализует фотографии, у него, вот, есть все эти вещи, то есть его фотографии уже не похожи с разбега, с разбега, да, вот, да, правильно, правильно говорит Лера, мы все начинаем с самых популярных, если вы заметили, вот, маэстримы с подборками, разумеется, я обычно начинаю, бывает еще заканчиваю, то есть первый, последний фотограф у меня самый популярный, известный, но это не значит, что остальные будут такие же, но человеку ему хочется докопаться, и он, вот, у него есть эта история, связанная с повторяющимися мотивами, как знаете, есть такие жанры в живописи азиатской, например, там человек изображает только птиц, прямо такой жанр, птица на ветках называется, он прямо так называется у них, или там жанр, там виды, там, на реку такую-то, и вот все рисуют, много столетий приезжали, рисовали виды на эту реку, причем был список обязательных видов, и в определенное время года, которые надо сделать, и вот у него все время идет вот эта тема, очень хорошо она видна, тема с параллелью между человеком и природой, то есть какие-то цветы, бутоны, орхидеи, постоянно снова-снова повторяются, и он берет человека, и пытается из человека сделать именно вот такую вот штуку, да, вот орхидею из лица, вот, да, виды на гору Фудзи, конечно же, и это очень-очень интересная тема, потому что он воспринимает человека не как, но очевидно, что это пара фотографий, да, видите, то есть орхидеи, мы делаем с человека словно орхидею из лица, вот такой бутон, и мы делаем такой, то есть он воспринимает человека как цветок, показывает, что человек это цветок, вот, такая же, в принципе, очень простая, простой мир, то есть там нет объема, это просто вот лицо на фоне, да, то есть это свой такой мир, абсолютно не претендующий на реальность, клевая работа по цвету абсолютно, то есть посмотрите, как цвета перекликаются, интересные решения, связанные с прическами, с прочими вещами, и все это идет из графики, это видно прямо из рисования, просто воспроизводится с помощью фотоаппарата, вот, посмотрите, очень классно, интересно, погуглите потом, посмотрите это, а как здесь идея сделать глаз в цветке, да, то есть если мы из человека делаем цветок, то можно и из цветка сделать глаз, что уникально, нравится, ставьте лайки, то ли еще сейчас будет, вот, вот, посмотрите, человек превращается в этот хищный, хищный цветок, который поедает, да, там, смотрите, Лера, если диптих авторских художников, то его оставляют, здесь понятно, понятно, что это авторские сочетания, если где-то в других местах, мы сами там бывает складываем, ну, вы как раз можете вот нагуглить и посмотреть, это очень необычно, то есть и у него постоянно он вдохновляется вот этими цветами, и делает из них людей, или делает из людей цветы, не знаю, можно говорить как угодно, да, но это шикарно, очень круто по цвету, вообще потрясающе, вот, ну и по работе, еще у него есть другие серии, вот здесь он, он все время ищет какие-то природные вдохновения, здесь он вдохновился птицами и крыльями, и опять же, может показаться, что, ну, это скорее что-то такое европейское, да, вот эти ангелы, демоны, там, падшие, вот это все крылья, вот, но если мы посмотрим внимательно, то азиаты же тоже любили птиц на ветках рисовать, и вот такое коллекционирование птиц, в дыму еще к тому же, возможно, это тоже, да, опять же, с очень вертикальной композицией, если посмотреть внимательно, эти группы сделаны, вот, у него своя такая история, иногда он, вот, показывает людей, это современные люди корейские, да, это он фэшн снимает, но согласитесь, что здесь, здесь какой-то момент, то есть, вот это же азиатская любовь, азиатская любовь к моменту, да, моменту, то есть, момент ощущения, и тут передать ощущение, момент через человека, то, что человек чувствует, вот это вот тут тоже есть, а цветы, кстати, это вообще такой универсальный символ красоты, знаете, он как раз говорил что-то на эту тему, вот этот сок, что, он говорил, что, почему он начал с цветов, и почему цветы постоянно, потому что цвет, цвет это универсальный символ красоты, то есть, все считают цветы красивыми, цветы притягивают, как такой, эстетический половой орган, вот, так что так, да, здесь вопрос не дизайнера, то есть, вы очень странно понимаете, да, Кто-то говорит в чате, что непонятно, кто круче сработал, дизайнер и фотограф. Фотограф организовал эти съемки. Фотограф есть идеи, он хочет эти цветы раскрыть, превратить людей в цветы. Дальше он коллаборирует с каким-то дизайнером, гримером, декоратором. Он ему эту идею доносит, тот делает на заказ. Он говорит, давай сделаем вот такое, такое. Здесь все исходит из фотографа. Вы так рассуждаете, как будто фотограф просто пришел и пощелкал. Может быть, вы так часто работаете. То есть идея не ваша, вы просто пощелкали. Но здесь идея это как раз фотографа, поэтому здесь, да, действительно, фотограф, дизайнер сделал то, что ему заказал фотограф. Он заказал ему превратить людей в эти вот самые цветы. Вот, здесь он заказал крылья там и так далее. А здесь вообще нет дизайнера, здесь другая история, вопрос ощущений. Вот, интересно, что у него тоже есть своя драматургия, какая-то драматургия. Вот опять же, обратите внимание на как проекция строится. Какой-то такой плоский сбоку. То есть абсолютно не такой объем, как его привыкли подавать мы. Вот такой азиатский объем собственный очень. Вот. Здесь у него есть какие-то сильные экспрессивные чувства. Наверное, таких сильных экспрессивных чувств их не было в традиционной азиатской культуре живописи. Вот, но у него они тоже по-своему подаются, не как у нас вверх. Ну, то есть вот здесь такой он какую-то использует экспрессию. Эта экспрессия иногда в эмоции выражена, иногда она вот перетекает в цвета. Такие тоже экспрессивные мазки, что-то такое, да, интересное. Но это всегда все-таки про красоту. То есть это не про страдание, это про красоту. Такие красивые экспрессии. Экспрессия красоты. С человека выплескивается красота, прям такая сочная, такая очень биологическая, вся такая в слизи, как цветы какие-то. Понимаете, о чем я? Тут он даже сожгли орхидею. Ну, короче, он повернут на этих цветах и очень здорово превращает людей в них. И это прямо классно, прямо классно, классно. Вот. Еще он, если вы хотите, вы думаете, что здесь за него какой-то дизайнер делал, сейчас я вас сильно вообще удивлю. Вот. У этого человека есть свой бренд моды, то есть бренд одежды, модный бренд. И вот такой безумной одежды он делает. Вот. Кусикок. Кусикок, такой вот бренд, это он же делает. То есть этот фотограф придумывает вот такую одежду. Одежда безумная совершенно, но очень прикольная. И можно опять сказать, что это не он за него кто-то сделал. Но вы же понимаете, что здесь исходит все из него. То есть он действительно создает такие странные вещи. Может быть, шьют там за него физически другие люди, да. Может, у него есть конструктор, который с ним работает, и так далее. Вот. Но все равно здесь он, он первый. Еще он рассказывал, что очень много ходит по всяким балаб-барахолкам, находит там всякие странные вещи старые и так далее. Они его часто вдохновляют, и он их использует потом в съемках и для создания таких образов. То есть сам подбирает какой-то реквизит, какие-то вещи. Вот ответ у вас на ваш вопрос. Вот. Ну, видите, там был у нас один дружок в чате. Да, пожалуйста, я рад. И вам, конечно, нужно знакомиться с этим фотографом. Нельзя с ним не знакомиться, если мы говорим об современной азиатской фотографии. Ну, было бы странно его игнорировать. Просто пришел какой-то долбодятел и стал мне делать замечание, что он знает этого фотографа. Великий знаток. Интересно, знает ли он остальных, но мы уже не узнаем, потому что мы его забанили. Вот. Вот так все устроено, видите. Окей. Совсем в другую сторону мы пойдем. Хуфань, это в Шанхае родился в 30-х годах. Это очень интересный. Он в 40-каком-то году ему от папы ролифлекс достался. Папа ему дал ролифлекс свой, и он снял снимать на черно-белую пленку ролифлекс. Вот. И этот фотограф в совсем другом стиле. Не надо оставлять список после лекции. Нужно внизу нажать на ссылку и получить эту презентацию. И они все там подписаны. И просто потом по этой презентации уже погуглите и ознакомитесь более подробно. Вот и все. Так что никаких вопросов. Вот. Да. Ну, вот не типа стрит. То есть, смотрите. Он потом, по-моему, переехал в Гонконг. Он где-то как раз тоже в конце 40-х. Там начале 50-х. Гонконг очень интересное место, где сталкивается культура азиатская традиционная. И такая будущая. То есть, вот небоскребы там. Там достаточно инфраструктура такая а-ля современная уже была после Второй мировой. Вот. Но и одновременно там сохранялась вот эта вся азиатская история. И он потрясающе сводит вот эти вот задники уже такие более современные, урбанистические. И вот этих персонажей, которые все равно из старого Китая какого-то, да, там деревенского, можно сказать. То есть, ты ожидаешь таких людей увидеть на фоне пейзажа китайской деревни. Вот. Ну, видишь их на фоне такой современной геометрической архитектуры. И очень интересная фишка этого Хуфана в том, что он снимает жанр, да, это жанр. Ну, то, что называется стрит-фото, можете называть жанровая, ну, просто съемка жизни, да, репортаж жанра. Репортаж о жизни – это и есть жанр об обычной жизни. Не о конкретном событии, а репортаж об обычной жизни. Просто. И в этом есть традиция и китайская, да, показывать моменты из жизни обычно. Но интересно, что построение кадров у него, то есть подача, у него не жанровая, а скорее вот в эстетике именно работ художников. То есть, у него вот эта вертикальная композиция азиатская. То есть, он именно вот, он смог ловить репортажи, но в принципе работы, которые по эстетике, несомненно, равны картинам азиатских художников и так и сделаны. Да, это не постанова, это не постанова, это репортажные снимки, но сделаны очень классно. Кстати, вспоминаем, глядя на это, одного известного фотографа, который чуть позже уже снимал, но тоже такое в Америке, Тренд Парк, да. Вот, как видите, товарищ Хоффан делал это еще до того, как оно стало мейтстримом. Вот, но очень не нравится. Короче говоря, умудрялся репортажно снимать абсолютно такую азиатскую графику. Это здорово. Здесь используется мультиэкспозиция, если вы к меня спросите. Вот, это мультиэкспозиция, это мультиэкспозиция. Ну, как бы он позволялся, но это еще до компьютерные времена, то есть, это ранний Гонконг. Ну, как бы это просто он делал аналоговым образом, наслаивая кадры друг на друга. И вот тут тоже наслоено слева, если вы посмотрите. Да, с лодкой кадр хорош. Ну, у него есть и с кошкой, смотрите, кошка крутая. Очень тоже вот эти, такая проекция изометрическая, такие идущие разные плоскости в свою сторону каждая. Прям вот чувствуется эта композиция азиатская. Вот, посмотрите, да, помните, на картинах и здесь она. Вот, она тут тоже существует. Да, контраст вкусный. Ну, тогда проявляли пленочку, печатали вручную, там этот контраст подгоняли, чтобы красиво было. Ну, очень хорошо. Экспозицию он хорошо чувствовал, это видно прям. Вот, вот тоже наслоил тут две картинки. А тут интересная рифма, да, две куклы в руках у мальчика и куклы большие слева, которые, ну, на витуре. Тоже, как он срифмовал круто. Вот здесь вообще абсолютно вот левый кадр, это совершенно азиатская традиция. Ну, то есть, ну, вот прям как картина, да, вспоминаете? Тут луна. Ух, здорово. Вот. Ну, я подскажу, здесь не обошлось без фотомонтажа. Ну, это аналоговый монтаж, то есть запечатал он эту луну поверх снятой фотографии, очевидно. Ну, это круто все равно. Без фотошопа. Ручками. Вот, смотрите. Хорошо, вот такой есть товарищ. Ну, мы пойдем дальше. В противоположность этому товарищу, который показывает традицию такой прямо, ну, совмещает жанр, да, стрит с традицией азиатских укио, да, вот этих вот картинок из жизни. Здесь мы имеем дело вообще с другим. Здесь One Way, это про, это пекинский художник, который, правда, вроде сейчас уже, не знаю, в Америке он живет или свалил из Пекина или нет. Вот, но, ну, потому что это классический контр-ажур, контровой свет, многие снимают в таком. Максимишины рыбки тоже в контровом свете. Вот, в общем, One Way, он из Китая вообще все это снимал, но сейчас я не знаю, в Китае он или нет, надо посмотреть. Ну, по-моему, еще в Китае. Вот, и он про молодость, он про такую бесшабашную молодость, но, опять же, то есть много есть фотограф, которые снимают молодость. Опять же, вот в моих стримах, там, фотограф, которых вы не знаете, есть две части на канале, посмотрите. Очень много примеров есть молодежных фотографов, которые снимают подростков, молодость, вот этот бунт, вот это вот потрясающее время, когда у тебя много времени заниматься всякой фигней, и тебя это нравится, и прет, у тебя столько энергии, ты можешь, и время тянется, да, то есть у тебя его больше гораздо, чем у взрослого человека. Вот, он про это. Ну и, конечно, потроски растрачивают все это на всякую фигню, потому что им проще, у них больше времени, они его растрачивают. Вот, и он очень, в каком-то смысле это пересекается и с молодежными, современными европейскими фотографами, американскими фотографами. Но, опять же, здесь мы видим вот эту азиатскую историю с вертикальной композицией, да, с побрезами такими прямо характерными обрезами кадра, гораздо более смелыми, чем позволил бы себе наш какой-то фотограф там. Вот, тоже такие очень интересные плоскости постоянно под углом, псевдо 3D, да, вот это вот. Очень оно хорошо здесь видно, тоже просто потрясающе. Что, нравится вам этот товарищ? В принципе, некоторые эти картинки снимают молодые фотографы, снимали и в Питере такое, конечно же, и за рубежом. Ну вот, вот это вот что-то такое. Сейчас все сразу вспомнят отечественных фотографий, девушек, снимающих такие томные картинки с сильным разбалансом цветов. Ну, это же пленка, ну вот это, ну а может это цифра, может цифровой шум, мы же не знаем. Да не, очень похоже на пленку зерно, ну я не знаю, надо там вдаться, но это не важно, слушайте, пленка это ли цифра, какая разница? Ну, то есть, это и там, и там делается настолько похоже. Вот, например, это что с правой кадр? Это красный фильтр на вспышке, очевидно. То есть, одеваешь на вспышку красный фильтр, пыхаешь встроенной вспышкой в лоб с красным фильтром, и у тебя получается вот такая история. Вот, так что неважно, эта пленка нет. Здесь баланс белого, очень сильно сдвинут, соответственно, вот так получается. Вот, такой прям протест, винишко тут льют, в общем, фаеры жгут. Ну, такие подростковые эмоции, да, вот эта энергия протеста. Мы не такие, как родители, мы можем сжечь трэш-эн-берн. И одновременно в этом есть какой-то романтизм, и тоже поиск момента. Ну, вот эта похожа на пленку очень, да. Может, у нее не все пленка, многие кадры похожи. Вот этот кадр правой пленка, точно могу сказать, и вот этот кадр пленка, да, с очень большой вероятностью. Здесь, опять же, это не так важно, потому что, давайте справедливости ради скажем, что при желании закосить-то несложно, и никто не отличит потом. Вот, тут тоже такая вспышечка в лоб, смотрите, тоже, но при этом Сакура. Тут, в общем, такой вот интересный молодежный фотограф, который вроде какой же, да, не скучный, не скучный, правильно. Мне так надоели тоже. Мне, как и вам, очень надоело скукота, да, нашей фотографии, вот российской. Российская фотография вообще жесть. То есть, если западная фотография, европейская, она, с одной стороны, традиционная, но, с другой стороны, там есть какой-то поиск, какой-то вот блудники, какие-то попытки вот сюр делать, как-то удивлять, упендриваться, то у нас вот традиция остается европейская, а поиска нет почти, нас боятся, паси Боже, не обрежь там, нет, и все, и получается совсем скучно. Вот, да. А вот тут, как, смотрите, прикольно, такая рифма между каской и языком. Да, да, ну, я про то и говорю, что это не так важно, потому что все эти картинки, они могут быть сняты и на цифру, и на пленку, и переделаны в одну сторону, и в другую, и это обработано, это не суть. Не суть, абсолютно. А здесь девочка плюет, вон, видите, какие-то усиля замечательные. Вот. А такое. Ну, в общем, здесь такая феерия эмоций, и, да, такого молодежного протеста. Интересно, что нет здесь какой-то, здесь нет, как все азиаты, он не подтягивает какую-то философию, какой-то там, в Европе мы подтягивали философию, что-то такое. Здесь же нет философии, здесь просто вот есть такое чистое наслаждение, незамутненное моментом и выплеском вот этой энергии, гормонов, да, гормоны, выплескиваются гормоны, и все, и больше ничего. Да, простота, но с изюмкой. Теперь немножко другая история. Зовут этого Юнг, вот этот Пауль, ну, Джунг, он там, я не знаю. Поль, это имя-то не, ну, европейское, но он с Тайваня, родился в Тайване, а в Тайване, может, детей называют иногда именами и такими. Вот. Ну, в общем, это тайваньский фотограф, и у него интересная история, связана с тем, что... Кстати, интересно, кто-нибудь отказает, отгадает или нет? У него... Посмотрите, вот я покажу его фотографии сперва, а потом спрошу, почему они такие? Вот, посмотрите и напишите ваше предположение. Откуда это все растет? Кстати, интересно здесь есть европейские традиции, но откуда растет? Мистер Робот, да. Откуда это растет? Давайте. Ну, Лера знает, конечно. Лера-то знает. Но Лера молчит. Остальные пытаются угадать. Титлз. Лера очень любит эту область человеческой деятельности. Подскажу, не фотография. Нет, про картины я говорил, но нет, нет, простая история. Смотрите, ключевое слово – архитектура. Смотрите внимательно. Это фотография архитектора. Он учился на архитектора. И он учился на архитектора, и он потом стал заниматься фотографией просто как хобби, и очевидно, что вот он очень хорошо чувствует именно архитектурные пространства, углы какие-то, линии. И он стал снимать модели в этой архитектуре. Вот. То есть у него такое понимание. Вот смотрите, просто эта фотка про угол, да, про пространство. То есть, кстати, интересный очень угол. Смотрите, здесь зеркало слева. Или что там, или как. Ну, такое как бы забавное, забавное конструкция. Современный интерьер, вот как нам нравится все. Вот, да, симметрия, вот эти вот линии. Тоже плоскости под углами. Странные очень фигуры, которые живут своей жизнью, двигаются, идут просто в стену, входят с разбега. Вот. Это не большой формат, это просто длинный фокус. Длинный фокус, и получаются достаточно прямые линии. Если снимаешь длинным фокусом такие вещи, то как раз о чем мы говорили относительно картин японских, да, что как будто это очень длиннофокусный объектив. Вот. Это снимает на длиннофокусный объектив достаточно. Там 200 миллиметров, там 150, и будет такое ощущение как раз. Ищешь какие-то геометрические строгие истории, и там это вот на длинный объективчик так пыхаешь. Вот. Ну, в общем, он такой графичный, он простой. Его, он понравился, его позвали. Короче, позвали его, если не ошибаюсь, в разные фэшн-журналы. Он стал для брендов снимать одежду. Вот это его архитектурность и умение очень чисто так выразить какие-то детали, нюансы. Она хороша в моде, и она пошла, была востребована. В общем, короче, чувака взяли в моду, и он теперь везде снимает. Да, губернаторская, кстати, большая, но это можно вполне сделать. Закрутить диафрагму очень сильно. Тут же солнца много, смотри. Света много на солнце прям азиатском. Так, что диафрагму закрутили. Вот. Да, практически мало. Окей. Вот еще одно интересное персонаж, с которым я хочу познакомить. Это Ринка Каваучи. Она, женщина, фотограф японский. Она вообще совершенно сумасшедшая. Совершенно сумасшедшая женщина, которая снимает какие-то куски. Куски цветов. Куски. Сейчас это посмотрите. Боже мой, как это аскетично. Ну, она вот в чем-то, Лера тоже любит делать такие кадры. Вот кусок стены, там, вода на закате, кусок воды, да, там. Я стараюсь обычно более такой общий пейзаж делать. Она вот выбирает какие-то куски. Эти куски офигенные. То есть, она просто какой-то, то есть, вот какая-то лягушечка, какой-то кристаллик, какая-то капелька. Да, фотографка, вот, ну, потрясающе просто. Она вот фокусируется только на этом единственном предмете, и все вокруг него скорее является упаковкой, да, огранкой. Вот птичка, там, бёртвая, что поделать, печалька. Ну, кстати, не без горы Фудзи обошлось, да, а-ля. Да, это немножко другая гора. Или вот просто, смотрите, волосок. Волосок и реснички. Вот. Вы можете подумать, что это какая-то фигня, ну, потому что так часто люди в быту такое снимают, да, какие-то истории. Вот. Да, иди, ну, мы, мы, она фотограф, женщина-фотограф, давайте так говорить. Мне вообще кажется, фенитива – это какая-то глупость. То есть, проще оставить один, то есть, зачем ломать, ломать тот, раз у нас равенства все равны, просто фотограф. Ты, Маша, фотограф, и ты, Петя, фотограф. Вы все фотографы. В чем проблема-то? Вот. Про момент, да. Или вот. Очень красиво. Немножко в сторону Роткона с каким-то волшебством. У нее, кстати, много метафизики. Метафизики. Вот. И такая чувствуется, вот как свет какой-то поймал на какие-то там кристаллики. Ночная бабочка на корнях с ней. Кстати, вспышкой бухнула. Вот. Смотрите. Тут сейчас поинтереснее будет становиться. Фотографесса, да. Можно так. А слева молния, смотрите, момент. А справа какой-то шарик упал, с лампы упал, видимо, или что это. Не знаю. Вот тут на кровати кусочек света. Лебедь. Мне очень нравится. Все эти моменты. Это вот этот поиск простом, да, о чем мы с вами говорили. То есть, собственно, философия художников японских, поиск простых моментов жизни, какого-то просветления и сиюминутной, мгновенно исчезающей красоты, которую он успеет захватить, сфотографировать и показать. Вот. Фотография предметов коммерческую, у нее есть образование, графический дизайн. То есть, она тоже пошла от рисования, потом увлеклась фотографией, стала заниматься фотографией. И сперва работала в рекламной фотографии на заказ, да, но потом стала именно арт-фотографом, смогла себя прокормить именно продажей арт-работ, то есть, стала именно снимать вот как арт вот такие вещи. И ей честь и хвала, что она построила карьеру именно вот фотографа как художника, да, независимого, а не как коммерческого какого-то. Вот. Такая история. Дальше, смотрите. Есть такой Ксян Лю. Ксян Лю или как его? Сся Ню Лю. Правильно сказать, не Ксян, даже, а Сся Ню Лю. Он, кстати, что интересно, он здесь в Москве был, и мы как-то с ним пересекались, и он, короче, я не помню, он снимал Леру или нет даже. Ну, по-моему, приписывался, но не снимал, он уехал. Ну, короче, сейчас, потом он уехал в Китай, и он в Москве учился живописи. То есть, вот очень много в Азии фотографов, которые учились живописи. Он, да, у нее квадратный формат. Он офигенный, никогда не угадаешь, что он снимет. Человек учился живописи, причем серьезной, классической, в Москве, а потом вдруг бах, начал снимать фотки, познакомиться с какими-нибудь людьми из фэшена. И у него такой удивительный взгляд на вещи, очень странный, что он сейчас во всех журналах, его очень любят в Азии, и не только в Азии, он снимает для брендов, и он снимает странно. И вот это странно у него, ну, реально, он настолько может странно снимать, что это просто стало востребовано. Он был самый странный, просто, самый странный чувак в фэшене. Вот, он как, ну, такие образы, такие, как бы, с ними кадры он делает, иногда это достаточно в лоб, но всегда это какая-то сложная игра, сложное исследование. Да, очень круто в плане цветов, технически очень часто просто, вспышка в лоб, пожалуйста, все резко, вспышка в лоб. Вот, то есть, ну, как это вот моменты, цвета какие-то, сюжеты, безумие этих сюжетов просто невероятное какое-то постоянно. Ты посмотришь, он все время, он все время выдает что-то такое, говоришь, блин, ну как, ну почему не просто как все? Вот, и он очень интересен в плане того, что у него есть поиск, то есть, это человек, который прям сразу говорит, что очень многое я придумываю прямо на съемочной площадке. Он пользуется какими-то вещами, которые он находит, то есть, ну, не обязательно заранее все придумано. Вот они снимают в каком-то театре, он там может взять и какой-то местный реквизит завязать, который, это немножко долго, немножко утомительно, что он там все облазивает, все что-то там ворошит, что-то пробует. Но суть в том, что этот человек, который создает, это очень экспериментальная фотография, в которой не вот как придумал пять кадров, пошел, снял пять кадров, да, вот напечатал в журнале, да, там нам обязательно надо вот это, 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 вот раскадровка там. Нет, здесь такой прямо эксперимент и импровизация, который заводит, заводит ситуацию просто совершения шестюр, вот, и это реально, это один из самых сюрреалистичных фотографов, да, наверное, в каком-то смысле можно говорить, что это современный Гебурден, ну, только Гебурден был в те времена, его хватало, а здесь градус сюрре еще выше на порядок, да, чем страннее, тем лучше. И именно здесь вот эта странность покупается. И, короче, он сделал очень хорошую карьеру в фэшн-фото, он зарабатывает очень хорошие деньги, он работает с крутыми брендами, его зовут снимать крутые журналы. И благодаря вот этой единственной черте, просто очень необычным снимкам, которые всегда-всегда привлекают внимание непонятно чем, да, то есть странностью своей, сюрреалистичностью, это не логика. Вот, ну, вот такой вот человек, и тоже здесь видна вот эта азиатская все равно школа, и в плане, это, конечно, не в лоб, это уже гибрид азиатской школы и европейского сюрреализма, но в плане вот какое-то построение тоже кадров, подачи, поиска момента и ощущения, это вот очень здорово, да. То есть там у него все что угодно, эльфы там, куклы с топором и так далее. Вот, вот, он прям сам говорит, вот я изучал изобразительное искусство в России, уделял внимание живопись маслом и фреске он учил. То есть представьте, это человек, который учился фреском и живопись маслом, классически. Вот, и да, потом стал делать вот таких лунтиков, это очень интересно. И он очень, он сам говорит, что я очень настоящим, вот я вникаю вот в этот момент, то, что происходит, и ты вот, погружаясь в такой сюрный мир, и там вот пытаюсь что-то собрать из этого момента, что-то сделать, как-то сам участвуй во всем этом, внутри, да, переживай. Это очень здорово. Вот, дальше. Это китайская такая, такой фотограф, Така Суй. Он учился в Академии изящных искусств Пекине, а потом, по-моему, в районе 2000 какого-то года. Короче, сейчас он в Штатах, он переехал потом в Штатах. То есть вот этот он сбежал из Китая. Вот, ну, он не в 90-е учился, он даже в 2000-е учился. Вивен Сассен я про него как-то разбирал и обсуждал в одном из стримов у меня есть, посмотрите. Потому что таким он обновлялся. Вот. И здесь мы видим потрясающую классику. То есть... Господи, Сергей, ты меня не слушаешь. Я только что говорю, что этот парень снимает для брендов и журналов в основном, ездит постоянно. Ну, то есть на заказ он снимает для фэшн-журналов. За деньги. Он сперва хотел быть художником, учился в России, потом бросил это, стал фэшн-журналов заниматься, и ему там стали платить. Я же только что это сказал. Ну да, такое продается. Вот это продается. Ну, понятно, что вы будете... Здесь, я понимаю, у вас есть табуированность, то есть когда вы видите какие-то такие вещи, вам очень становится страшно. Вы сжимаетесь, ну нельзя же такое делать. Люди не поймут, не заплатят, все такое. Да? Но если вы... Хорошо, давайте я вам покажу, объясню. Смотрите, вот этот человек за деньги снимает. Здесь почти все фотографы коммерчески успешны достаточно. Вот это вот, как я сказал, она продает свои работы и этим кормится. Это факт. В галереях и так далее. То есть она нормально кормится этим. Может быть, не супер жирует, но кормится этим. Она ушла, перестала снимать заказы рекламные, стала снимать только сама. Значит, она может этим прокормиться. Вот. Вот этот парень, его зовут журналы, снимать моду. Я это сказал, что его заметили и стали его заказывать. Он пошел в мир фэшн. Стал там работать на заказ съемки для журналов. Дальше давайте отмотаем, посмотрим еще, кто у нас тут. Этот, ну не знаю, не знаю, ну клевый. Но я думаю, что он что-то где-то продает, для журналов тоже он что-то снимает. Ну, это надо узнавать. Вот этот товарищ, ну он давно был. Но я думаю, что сейчас его отпечатки вполне ценны. Но как тогда это было, я не знаю. Может быть, это было просто хобби. Да. А дальше. Вот. Вот этот товарищ, он даже одежду продает. Ну и фотографии тоже он снимает для журналов и так далее. Он как бы продает нормально. То есть все, о ком я сегодня говорю, практически все, кроме одного человека, вот это стаевает. В 40-е годы в Гонконге вполне возможно, что он там не особо зарабатывал. Или подрабатывал какими-то свадебками, портретами и прочим. Хорошо, я здесь не спорю. Но остальные все, из кого я показал, они все зарабатывают на этой фотографии. Все без исключения. Поэтому суть этого вопроса в том, что тебе это как бы не верится, или страшно, или непонятно. Или может тебя пугает планка, что типа, ну я-то так не смогу снимать, странно. Значит, надо это как бы успокоиться. Ну вот так вот. По правде за все это платят. Давайте посмотрим дальше. Это же не какие-то неизвестные люди. Это люди уже с мировой, в принципе, плюс-минус известность. Вот. Ну, то есть, нормально тут все. Вот. Так что вопрос не хороший, просто это некий твой, ну, то есть, ты просто не воспринял то, что уже говорилось. Я-то об этом говорю каждый раз, да, отказу фотографии, объясняю, там, работает он, не работает, какой область. А тебе все-таки просто не верится, поэтому ты немножко упираешься. Но зарабатывают. Окей. Мне кажется, здесь первично, но если ты можешь снимать настолько необычные классные вещи, ты найдешь так или иначе, как заработать. Поверь мне. Если ты можешь привлекать внимание, ты придумаешь, как его монетизировать. Чаще проблема в том, что не могут привлечь внимание. Правильно? Вот. В общем, потом в США поехал и стали его в музей. Вот про этого товарища, значит, смотрите. Про этого Токасуя. Токасуй. Он снимает очень черно-белую картинку, но она по композиции ощущение абсолютно азиатская. То есть, казалось бы, такая классическая картинка, скорее, свойственная таким пекторализм, да, как это называется художники, фото-пекторализм, да, который есть везде, в Европе, в Америке и были особенно. Но это пекторализм с азиатскими корнями. Потрясающе. Есть в этом что-то азиатское, азиатский пекторализм фото. Мне очень нравится. Это просто, в каком-то смысле такое лобовое, но все очень изящно и хорошо. И, опять же, видны азиатские темы, азиатская композиция, вот это вот все. Кстати, ставьте лайки, дорогие мои, не стесняйтесь, и обязательно рекомендуйте это всем. Да, здесь низкий контраст. Ну, вот он так печатает, так подает свои работы. То есть вы же должны понимать, что технический негатив там, скорее всего, достаточно контрастный, просто работы подаются в таком низком контрасте, потому что, ну, возможно, это вот его фирменный стиль. Вот, ну это просто вспоминайте художников японских. Вот, у меня, кстати... Нет, не надо здесь кларить и на полное, это будет дешево и слабо. Да, тут не столько техника, сколько идея и видения. Ну вот у меня тоже есть серия с Лерой, ты помните, где сквозь такие ветки, как раз тоже с очень вертикально-азиатской композицией. Но это прямо вот здесь он просто nailed, это абсолютно японская графика, да, он просто поймал. Но это снятый кадр без фотошопа, без всего, то есть вот такой снятый кадр. Вот, вот, еще посмотрите. Окей, если вам интересно про вот этого человека, значит, зарабатывает он или нет, то расскажу вам такой факт. Вот в Метрополитен-музее в Нью-Йорке выставлялись его работы, в том числе именно отдельная выставка, там серия ОДы. Фотограф года на международных фестивалях, там всякие, там, короче, он кучу выиграл призов всяких. Ну, он продается в галерее. Это галерейный фотограф, у него есть имя. Еще раз говорю, если Метрополитен-музей в Нью-Йорке тебя выставил персонально под твоим именем, то говорить о том, что ты, ну, нормально заработаешь. Продашь пару снимков, я думаю, каким-нибудь банкиром из Нью-Йорка. Вот. Дальше, Жонг Лин. Это, ну, Чунь Лин, давайте по-русски скажем. Чунь Лин, допустим. Вот. Это интересная очень девушка, которая родилась в Малайзии. И там смесь всех азиатских, там, где она родилась, там смешаны все азиатские абсолютно. Все там есть из Японии, из Китая, разные там выходцы. Вот. Она снимает такую очень странную, это мода, она работает в области модной фотографии. Я думаю, вы это понимаете, да, мода, мода. И снимает что-то такое очень странное. Здесь есть немножко, иногда она компьютерную графику делает, но немного, не сильно злоупотребляет. В основном она все-таки честно запихивает модели там в мешок с водой. Вот здесь вы посмотрите, здесь очень интересные решения, да, то есть каустики разные, использование гибких зеркал. Ну, короче, это так сделано при съемке. То есть обработка у нее есть, но не фатальная. Сами эффекты, там, ткань натянуть на... То есть это скорее идеи, да, вот это мороженое, в котором заморозили, что-то. Смотрите внимательно. Вот, вот эта вот штука, это сделано из прозрачной ткани и такого этого пленки вовсановой. Ну, то есть просто сделана такая штука, вот, в шифт, которая у нее как спина. Вот, где-то, может, в Асландии в теплой воде валялась. О, посмотрите. Тоже много афелей. Очень красиво, потрясающая эстетика. Опять же, не наша европейская, а такая азиатская, а потрясающие цвета, да. Многие современные фотографии пытаются играть в такие вот сочетания цветов, но у них образы гораздо слабее. Здесь и цвет, и образы. Это хорошо. Не только, да, цветное освещение, но и образы интересные. Вот, да, эхтиандры всякие. Русалки, китайские русалки, китайские эхтиандры и прочие китайские чудесные существа, да. Китайская русалка, вот так это и есть. Вот, посмотрите. Ну, тут вообще будет похоже, это, прямо похожее замену. Очень интересно. Например, вот эта черная грязь, вот так сделана на лице, там еще какие-то. Вот как человека просто, смотрите, просто простыночка, простыночка и все. Ну, здесь какие цвета, видите, пол красная стена, то есть они какие-то, да. Вот, капельки. Ну, такие капельки это с глицерина делают, чтобы они не скапывались. Китайская, но классная, да. Вот еще какие-то свои решения. Немножко напоминает некоторые кадры по родину, по разгону контраста, но это все-таки чуть другое, чуть свое. Да, можно в пододеяльнике закутаться. В общем, вот такая Джунь Линь, и она, конечно, тоже существует на стыке искусства изобразительного, именно картин, живописи и фотографии. Она превращает фотографии в картины практически. Что мне нравится? Она, кстати, фотограф-самоучка, но тоже она в Куала-Лумпуре рекламу изучала и работала сперва на рекламных съемках, а сейчас она там тоже и на фэшне работает и так далее. Вот, и очень интересно, у нее яркая палитра, интересная вся эта история. Вот она снимает для модных журналов тоже в своем таком стиле. Но самое интересное, что у нее есть такая тема, и мне очень нравится, я поддерживаю, я тоже вот такой человек, у меня тоже такой взгляд. Она говорит, я не различаю работу для себя и работу на заказ. Для меня это абсолютно одинаково. Я специально ничего не меняю, не провожу грани. То есть, неважно, на заказ или для себя я снимаю, я снимаю одинаково. Вот, я тоже самое все время говорю, я говорю, идите, попробуйте понять, какие из моих съемок оплачили, а какие нет. И вы очень часто будете ошибаться. Вот, как в одну, так и во вторую сторону. Это потому, что подход у меня все равно одинаковый. Неважно, заплатил мне человек или я бесплатно кого-то хочу снимать, я снимаю одним образом. Да, вот, творчество должно оставаться, да, оно не должно меняться, подход к творчеству не должен меняться за то, что ты снимаешь коммерцию. Вот, это непросто, но это очень круто. И вот она как раз поведает такую тему и говорит это. Настоящее творчество, хотя у нее, опять же, есть коммерческие работы, и она снимает для журналов много. Вот, ну и еще такой, не последний, предпоследний фотограф. Сюбинду. Я бы не ксю, а сю, наверное, правильно сказать. Опять же, все время пытаюсь на русский перевести, потому что английские пишут в своей трансклиции. Сюбинду, да, Сюбинду. Значит, посмотрите сами, это потрясающе. Здесь, мне кажется, никаких даже особых, не надо комментариев. В Китае родилась и выросла эта девушка, и переехала она потом тоже в Америку. Вот, типа лет 5-7 назад она переехала в Америку, но начала я это все еще в Китае. Вот, и она использует, ну, природу, куски природы. Да, какие-то цветы в основном, сад, сад там. Ну, свещение, здесь очень интересное свещение, невероятно. Это, кстати, сложно, технически сложно такое свещение. Свещение потрясающее. Иногда она не только цветы снимает, ну, здесь нет других, ну, вообще у нее есть иногда еще какие-то другие элементы. Но в целом это такой предметный макрофотограф, то есть, который снимает кусочки. Эти кусочки очень круто в плане цвета, резкости, бликов и так далее. Да, да, предыдущие воды ВОК Таймань там и так далее. Ну, это все фотографы мира уровня. То есть, они, они, как называется, все работают для журнала, для брендов. И здесь нету никого, кто бы не работал за деньги, я думаю. Я говорю, единственный вопрос, это к тому парню, который снимал стрит в Гонконге в конце 40-х, начале 50-х. Не знаю, что там и как было, но думаю, тоже как-нибудь зарабатывал. Вот. Ну, вот посмотрите, да, тут побрызгано, тут сделан свет такой очень перламутровый, классный. Вот про эту девушку известный факт, что она, она, конечно, офигенная. Известный факт, что с ней сотрудничал Apple и покупал ее какие-то, какие-то ее произведения, то ли для обоев у себя, то ли для рекламы, то ли, не знаю, в магазинах выставлял. Ну, короче, Apple с ней работал, у нее что-то заказывал. Вот, она крутая. Уж раз Apple к ней пришел, значит, она умеет цветы снимать, да? Здесь мы, конечно, вспоминаем, ну, цветы, как снимал этот, ну, вы знаете, кто, кто снимал цветы современные. Но у него более вот так, да, как бы, а тут она прям вот фокусируется в... Да. Лера говорит, что пока она раскладывала ее цветы, это здесь диптихи Лера подбирала, это Лерин и диптихи, подбор, подбор фотки не Лерина. Да, Ник Найт, правильно. Вот, подбор здесь Лерин, и что она говорит, когда я раскладывал, чуть не умерла от красоты, да? Можно просто умереть от красоты. Вот, и это правда. Ну, и закончим мы самым не азиатским азиатским фотографом, самым азиатским из европейских. Это, конечно, Майкл Кена. Человек, который, ну, несомненно, проникся вот этой азиатской эстетикой в плане сюжетов, в плане композиции, в плане минимализма и отбрасывания лишнего, который, как известно, снимает на пленку, на очень длинных выдержках, фокусируется на очень минималистичных вещах. Он как раз огромное количество своих работ он снял именно в Японии, в Корее и в Китае, а не здесь. То есть он туда ездит за этой натурой. Вот такой вот. Вот, и книжки его там выходили в первую очередь. Ну, в общем, Майкл Кена, он хотя бы и европейский по рождению фотографов. Вот Хоккайдо-остров, это он, там, целая у него книга есть, у меня есть его несколько книг. Вот. Но вдохновляется он в Азии и снимает он именно в Азии. И прикольно, что он проникся вот этим духом и сумел его передать. То есть к чему этот урок? Он к тому, что не все у нас потеряно. Мы с вами тоже можем снять что-то а-ля азиатское. То есть мы тоже можем попробовать в такую сторону, понять это, почувствовать. Вот для чего было сегодняшнее во многом, во многом сегодняшний эфир. И да, Сугимота у меня там в каком-то проскакивал где-то. Вот, Роши. Сугимота проскакивал у меня уже в предыдущих стримах, поэтому сегодня я его не показываю. Вот. Поэтому посмотрите вот эту историю. Да, Хироси был вот в стриме про фотограф, которого вы не знаете, по-моему, там в одном из них. В общем, уже он был. Окей. Да, он интересно работает. Вот. И тут такой маленький стих вам. Да, тело как ландшафт, тело как дерево, как ветка, как тень. Да. И интересно, что вот иногда бывает и... Может, Майкл Кена, в принципе, иногда, да, и человека снять. Окей. Да, ребята, ставьте... Если вы хотите нас отблагодарить с Лерой за эту работу, за то, что вам показали, показали мы вам в первую очередь, чтобы вас вдохновить, чтобы вы на это посмотрели, и это как-то повлияло на ваши собственные съемки. Может быть, вы попробуете что-то снять в плане содержания или направления, философии такое. Может быть, просто в своих съемках какие-то элементы эстетические или композиционные вы возьмете от азиатских фотографов. Это очень интересно и очень разбавляет нашу однообразную такую европейскую композицию квадратно-гнездовую. Вот. Поэтому, если вы нам благодарны, во-первых, скачивайте презентацию по ссылке внизу. Внизу ссылочка. Можно вот скачать эту презентацию, потому что... Посмотрите еще потом внимательно. Вот. Видите, по такой ссылочке вот ее скачать можете. Вот. Дальше приходите на курс учиться от идеи до съемки. Как раз 15 мая он начинается. Казалось бы, еще не скоро, но сейчас цена самая вкусная. Записывайтесь лучше сейчас. Она будет больше, и вы будете просто платить больше. И... Не, ну, жесть, конечно, это была... Это кликбейт просто. Зачем жесть? Ну, жесть тоже бывает, но мы собирали, конечно, самые эстетические. И в чем суть этой подборки? Она разнообразная. То есть мы показываем, как азиатское взглядное искусство проявляется в разных направлениях. И черно-белые фотографы, и такие, и фэшн. В разных элементах он проявляется, но везде есть вот этот дух Азии в этих работах. Чтобы вы узнали и почувствовали именно этот дух. Вот. И обязательно распространяйте ссылки. Можно подписываться на мой телеграм-канал, кстати, чтобы не пропускать, вот тут написано в углу, и внизу тоже, чтобы не пропускать все стримы. Вот. Распространяйте ссылки, если вам не жалко на этот стрим. По чатикам везде раскидывайте. Это прикольно. Будет здорово. Пускай люди смотрят, да? Пускай YouTube его показывает. Вот. И пишите в комментариях, как вам все это. Может у вас есть какие-то мысли, или может вы снимали. Может вы знаете каких-то азиатских фотографов, которых мы не знаем. Может еще какие-то фамилии будет интересно узнать. Ну, дай до Мариама, мы знаем. Вот. Да, да. Человек как часть мира, да. Это небольшой человек на фоне природы. Именно то, что вот в азиатских художниках еще традиционных и есть. Именно так. Вот. И жду вас на курсе. Курс потрясающий. Мы будем рассказывать о том, как придумывать классные идеи, проекты. Во многом тоже вот подобные тому, что вы сегодня видели. Так это все готовить, реализовать, стилизовать, снимать, готовить съемки. Очень интересно. О вкусе поговорим, о стилизации, о каком-то подборе единого стиля для серий. В общем, приходите. Внизу есть ссылочка, там есть подробности. Еще раз говорю, сейчас очень дешево, потом будет дороже уже через месяц. Поэтому берите старание. Все равно все там будете, курс классный. Вот. Но если вам нужна, нужна мотивация прийти на этот курс, я вам скажу одну простую вещь. Вот. Замечательный человек, Кирилл Мунябин, был у меня на этом курсе и сделал курсовую работу, которую он бы не сделал без этого курса. И вот мы ее вместе, да, придумывали, то есть обсуждали. Вот сперва идея у него была, потом как реализовать, там, и так далее. По-моему, готовился, снимал. И он снял эту работу и выиграл с этой работой Russian Photo Awards. Абсолютное первое место по России в этом году. То есть лучшая фотография года, просто фотография года Russian Photo Awards. Вот. А это крупная очень такое премия, действительно хорошая, да, где очень много участвует сильных фотографов. И это он выиграл с фотографии, просто с курсовой работой этого курса. То есть вот какой уровень курса, что вы можете курсовую работу сделать, которая потом выигрывает российский конкурс, да, крупный. Это уровень. Поэтому приходите. То есть подход действительно серьезный. Я вам гарантирую, что вы снимете на этом курсе то, что вы сами бы не сняли. Дальше запостите это на разные конкурсы и глядишь, где-нибудь и повезет. По крайней мере, вас люди заметят. Видите, пока какие супер вкусные цены. Потом будет совсем не так. Потом даже вот без обратной связи тариф будет стоить дороже гораздо, чем сейчас с обратной связью. Да, вот. Поэтому по поводу Кирилла у меня в телеграм-канале там все это написано. Можете посмотреть, какая его работа, как он ее делал. Его курсовая там есть примеры. В смысле, как он-то все проектировал, снимал. Вот что получилось. Очень интересная история. Работа классная, со смыслом. В этом, собственно, и фишка курса в том, что как придумать идеи, да, и делать осмысленные работы, которые несут какие-то идеи и фишки о чем-то рассказывают. Вот, соответственно, приходите. А также это у вас будет ярко и красиво, как у азиатских ребят. Вот. Чтобы записаться, надо тут нажать, нажать тут вот, вот здесь вот. Нажать вот тут хочу этот тариф, ввести данные. Дальше мы с вами свяжемся, договоримся. У нас есть рассрочка удобная от себя там. Ну, в общем, все это может договориться. Абсолютно не обязательно платить сразу. Все. В действительности можно просто заплатить 4 900 и забронировать за собой вот это место и цену. А дальше остальные, оставшуюся часть суммы, да, то есть из 39 вычесть 4 900, да, там 35 тысяч. Вы уже будете платить постепенно в удобном режиме. Вот. Все, дорогие мои. Надеюсь, было интересно, здорово. Соскучились ли вы по мне? Не знаю. Наверное, соскучились. Давно не было стримов. Сейчас они опять появятся. На следующей неделе я что-нибудь вам придумаю, расскажу. Поэтому приходите, подпишитесь, нажмите колокольчик, чтобы не пропустить. Лайк, комментарий, там, все такое. Я вот вам благодарен. Придумаю что-нибудь интересное и сделаю. И забирайте эту, не забывайте, забирайте эту презентацию. Вот она внизу и ссылочка. Потому что, может, еще пару раз ее посмотрите внимательно там с деталями. Все-таки YouTube я листаю достаточно быстро. И погуглите фамилии этих товарищей и найдете еще что-нибудь про них. Это всегда полезно и здорово поглубже погрузиться. Вот азиатские фотографы, это классно. Это не скучно, это интересно, это очень эстетично, красиво. И они из любого момента, любого угла сделают нам великую красоту, что само по себе интересный подход и здорово. Так и вы можете поискать в каком-то своем углу великую красоту. Главное, такая сегодня, на заметку, запишите мысль. Все, пока-пока, увидимся. Увидимся.